Речь губернатора продлится 40 минут. В своем послании Олег Кожемяка затрагивает много аспектов, но прежде всего говорит о проблемах. Область получила урок – нельзя полагаться на доходы только от добычи углеводородов. Важно развивать и другие отрасли экономики. Стесненные условия не позволяют распалять средства, но стройки, в которые уже были вложены немалые деньги, будут доведены до конца. Среди приоритетных направлений правительства на 2016 год – обеспечение жителей области комфортным жильем, благоустройство населенных пунктов, капитальный ремонт многоквартирных домов, строительство и реконструкция автодорог, инвестиции в сельское хозяйство. Олег Кожемяка акцентирует – в некоторые объекты на Сахалине вложены необоснованно большие средства. Причем качество проектной документации оставляет желать лучшего. Я буду требовать каждого чиновника, вне зависимости от ранга персональной ответственности за принимаемое ими решение или за бездействие. По моему поручению с 1 января 2016 года введена форма эффективных контрактов с каждым высокопоставленным сотрудником областного правительства. В контракте будут зафиксированы задачи и конкретные цели, которые необходимо достичь в течение года. По результатам работы будут приниматься решения о целесообразности дальнейшей работы того или иного чиновника в правительстве региона. По мнению депутата Галины Подойниковой, некоторые объекты образования частично нуждаются в ремонте. Но за него, как правило, не берутся, нецелесообразно. Я приглашаю всех присутствующих, и мэра, и губернатора, в восьмую школу именно обозреть самозлы, которые, кроме как покраски, они ничего не видели с самой постройки школы. И ребенок приходит, а там ужас, там запах словами не передат. Каждое муниципальное образование определяет приоритет, какие школы нужно ремонтировать, какие объемы работают. Кто-то говорит, что нужно ремонтировать кровлю, кто-то говорит, что нужно ремонтировать систему отопления. Да, ремонтировать надо. Да, все приходит в ветхое состояние. Но надо это делать постепенно, изучая то состояние, которое есть, что сегодня, собственно говоря, и происходит. В сфере медицины губернатор обращает внимание на нехватку квалифицированных кадров. В этом году проблему решить не удалось. В 2016 году в области продолжится строительство спортивных объектов. Власти стоят на четкой позиции развивать туризм. Здесь, по мнению депутата Андрея Залпина, не лишним было бы обратиться к мировой практике. По социальной линии возможность получить жилье по льготным ставкам будет у молодых семей. Здесь речь идет о создании в области ипотечного агентства. Сахалинцы, которые воспользуются его услугами при рождении третьего ребенка, получат беспроцентную ипотеку. Такая же поддержка предусмотрена для граждан с аварийным жильем.